Наркоз или анестезия необходима для качественного лечения стоматологических болезней. Без анестезии животное ни при каких обстоятельствах не даст осмотреть ртовую полость, зубы, мягкие ткани. Осмотра всегда два – необъективный на приеме и когда животное находится в сознании, и объективный под анестезией, когда есть возможность осмотреть все структуры полости рта. Это касается как профгигиены, то есть ультразвуковой чистки зубов, так и лечебных мероприятий. Анестезия – это в первую очередь безопасность для животного и возможность выполнить услуги качественно. Зачем лечить зубы? Это же всего лишь зубы. Но надо сказать, что зубы – это полноценные органы, которые имеют сложный химический состав, а также сосуды и нервы. Это живая ткань. Если у животного болят зубы или десны, они нам об этом не скажут и, вероятно, не покажут. Кроме того, только при острой боли можно наблюдать ярко выраженные клинические признаки. Но зачастую пациенты испытывают хроническую боль, к которой они привыкают. Лечить необходимо, потому что это приведет к улучшению качества жизни животного и приведет к устранению источника боли и инфекции. Зубная боль – это достаточно неприятное, а иногда невыносимое явление, которое проявляется, как правило, такими характерными признаками, как отказ от сухого корма в пользу влажного, отказ от игры с игрушками. У животного хороший аппетит, но есть не может, то есть подходит к миске, просит, пробует поесть, но из-за боли не может или отпрыгивает от миски при захвате пищи. Десны могут кровоточить. У питомца образуется густая и вязкая слюна с резким неприятным запахом, а также появляется резкий неприятный запах из пасти, большое количество зубных отложений, то есть зубного камня и подвижность зубов. А в такой ситуации приходится отказаться от гигиены зубов в домашних условиях. Это самые распространенные признаки, которые владелец может заметить у своего питомца в домашних условиях. Это один из самых часто задаваемых вопросов на приеме, когда речь заходит о том, что зубы необходимо удалять. Первое и самое основное – врач действует в интересах животного, то есть пациента, а не владельца. Владельца пугает эстетика, отсутствие зубов у животного, но он не задумывается о здоровье своего питомца. Для удаления зуба должны быть четкие показания. Просто так зубы никто не удаляет. Показания это должны быть комплексные. Осмотр парадонтальным зондом на предмет парадонтальных карманов, оценка степени мобильности зубов и рентгенография, оценка корня и костных структур. Если по результатам комплексного осмотра выявляется, что зуб не жизнеспособный, соответственно он подлежит удалению. Такие зубы являются источником инфекции, способны принести много вреда. Животные такими зубами не пользуются, они рефлекторно снимают с них нагрузку. И главный вопрос, что будет, если ничего не делать? Обычно по месту воспаления рассасывается кость. Мягкие ткани могут кровоточить. Это приводит к потере зубного ряда и спонтанно, и самостоятельно зубы выпадают. Самые сложные пациенты – это те пациенты, которые попадают в клинику из-за запущенного состояния болезни полости рта. Это переломы челюстей, самые частые пациенты, артериальное кровотечение из полости рта, остеомиелит – это гнойное воспаление кости, гнойное истечение из полости носа, минингоэнцефалит, воспаление оболочек головного мозга в результате свяща от зуба, абсцессы корня зуба и свящевые ходы в слюны и железы с последующим некрозом, а также опухоли. Лечение зубов вовремя гораздо эффективнее и дешевле, чем устранение последствий от несвоевременного решения проблем с зубами. Собаки и кошки в силу их анатомии и физиологии не способны жевать. Они совершают дробящие движения и глотают. Поэтому животные без зубов живут значительно лучше, чем с больными зубами. На качество жизни удаление больных зубов влияет только положительно. Они как глотали, так и будут продолжать принимать пищу, будь то сухой корм, влажный корм или натуральные продукты. Зачем мы ухаживаем за зубами? Любой человек способен сказать, что это профилактика болезней зубов и десен. То же самое касается и животных. Уход за полостью рта – это рекомендация. Владелец может их выполнять или не выполнять. Рекомендации даются с целью профилактики здоровья полости рта. Если владельцы животного этого придерживаются, как правило, это дает стойкий результат и гарантию минимальное количество лечебных вмешательств. Если владелец не придерживается этих рекомендаций, посещения стоматолога со своим питомцем будут регулярными и финансово затратными. Субтитры создавал DimaTorzok